Мне сказали, что я просто обязан видеть этот ролик, что это буквально лучшие катки Тродзе и что он исполнил такое, чего мы ранее не наблюдали. Ну что ж, давайте посмотрим. Топ 4, 47 фрагов, это самое начало, это он нам решил такое показать и сразу же какой-то интересный хэдшот. Здесь он похоже остался один в три и что это будет полтинник, ничего себе! Слушайте, ну полтинник это максимум, что делали в соло в этом режиме! И это реально так! Глянь ты сразу же, новый рекорд, сразу же решил нам вот так вот спойлернуть, что будет. Ну окей, давай посмотрим, давай поглядим, как эта катка будет выглядеть в итоге. Я думаю, вы все прекрасно помните недавно выпущенный мной видос про 63, по-моему, да, убийство. Опа, на ножик, нет, не получилось. Но там все это сделано с помощью команды и достаточно это был серьезный, мощный вариант работы. Кстати, многие писали, что это было сделано на кастомке, на безанговом режиме. Но нет, там потом мои специальные расследователи из комментариев выяснили, что это было выполнено на ранге АС. Ну и там есть всякие штуки, что там дали какие-то титулы, вот эти вот хреновины. Короче, там видно, что это уж точно ранговая игра, в конце даже по видосу это видно. Ну а как пацаны пробили, что на ранге АС, я, если честно, даже не знаю. Но мне написали серьезные уверенные люди, я им готов доверять. Ну и конечно же, друзья, я напоминаю, что спонсором сегодняшнего ролика является компания 1Х. Наиболее надежная, с лучшими предложениями. Если вы любите спорт и киберспорт, то в закрепленном комментарии под этим видео вы легко найдете ссылочку. И там по промокоду EROKES вы получите до 520 долларов бонусом. Я вам желаю, конечно же, исключительно удачи и только побед. У Тродзо пока все хорошо, даже много народу прыгнуло на ивент. Так что чувствует себя прекрасно, уверенно, замечательно, мощно. Ой-ой-ой, сильный ДБС. Кстати, даже после нерфа ДБС достаточно хорош. И все равно с ним можно отыгрывать. Но игроки предпочитают, которые более серьезные, более мощные, они предпочитают Сайгу. Сайга, конечно, вообще дает прям огромное преимущество, огромный кайф. И в ближних боях это, можно сказать, сейчас неостановимая пушка. Вообще Тродзо прям красава. Вот знаете, бывают такие игроки, вот он жестко стрельнул, да, вот вместе с Зеносом у них как-то получилось скалабиться. И он прям начал показывать хороший уровень. Но очень часто бывает такая тема, что вот как стрельнул, так и пропал. И все, и вот, вот, например, как это у Вейла было, да, то есть чувак прям стабильно все сезоны держал топы. Потом хоп, все, слился, больше не может. Это что сейчас было? Это что за нахер? Это какой-то супер префайр в голову двойной. Не, ну это репорт. Ха, это репорт жесткий. Так вот, про Вейла все, больше не смог. А Тродзо, он как бы, вот как начал, так наоборот продолжает набирать. То есть он все жестче, жестче, круче, мощнее. И за это респект. Естественно, бесконечно становиться лучше невозможно. Рано или поздно всегда кто-то упирается в свой потолок. Но круто, если он его продержит достаточно долго. Слышит слева пацанчиков. И они тут что-то как-то бегают, общаются, кайфуют. Ну вот тот фраг с Юмпы я до сих пор сижу так немножечко под впечатлением. Успел да нокнуть. Ты что, хотел со стилей для Усюка? Рисануть фражик хотел. Ну-ка давай. Хороший молотов, прям на ящик. Это смерть. Нет, да ладно. Ну явно чувак свечку сегодня поставил. Потому что ему здесь очень сильно повезло. Но, к сожалению для него, везение оказалось не вечным. Сосо! Братуха, ну никнейм ты выбрал правильный, я тебе так скажу. Никнейм прям мощный, достойный, сильный, хороший. Дай, дай, еще одного. И это все, да. Все, отлично. Ивент зачищен. 12 фрагов есть, по 90 получим. И АМР-ка еще. У-у-у-у-у! Но это заявка. Это заявка на развал жоп уровня межгалактоидного. Тут у пацанов, конечно же, поехали прям сильные-сильные проблемы. Что-то тут портал, по-моему, кстати, не увидел. Да, не заметил чувака за камнем. Но тот спалился, начал стрелять. Выглядывай. Было бы красиво какой-нибудь фликшот сейчас оформить. Да ладно, его не видно? Я думал, что трот здесь сейчас подставился. А его, походу, не было видно через склон. И тут двойная атака у пацанов. А че это было? Братан, а ты че такое? То ли он завис, то ли запутался, забаниковал. Но выглядело, если честно, прикольно. Может, просто подлагнуло, и он его как бы нокнул заранее, но игра не успела это отработать. Хорошо, и еще одну. Ай, крученую хотел дать, не получилось. Ладно. Еще и на глайдере кто-то залетает. Ой, хорош! И второе попадание. Блин. Там справа чел уже отхилился. Может, теоретически, тебя начать стрелять. Нужно быть осторожным. Хотя он, наверное, друга еще поднимает. Да, там, надолго они за этим деревом. Знаете, вот у всех есть такой друг, который там в тубзик пошел. И ты такой, ааа, понятно, но это надолго. Это часа на пол минимум. Если у вас нет этого друга, поздравляю, это вы. Так, ну и девятнадцатый тоже сюда, да? Отлично. Ну, я думаю, друзья, самое время, конечно же, вам рассказать про свой телеграм-канал Эрокез Биба. Сейчас там идет набор на турнир подписчиков Эрокез Гладиатор Геймс. Супер крутой турнир, который начнется... Ну, он уже, как бы, можно сказать, начался. Но первые отборочные матчи будут уже на этой неделе в субботу. Главный приз айпад. Так что рекомендую зайти, зарегистрироваться, участвовать. Может абсолютно любой, никаких ограничений. Все это по ссылочке в описании. Ну, а еще в этом канале регулярно проводятся розыгрыши UC-шек. Вот, например, сегодняшние победители, они получают 325 UC каждый. Просто за то, что они подписаны на телегу. Если тоже хотите, вы знаете, что делать. Ну, а эти UC-шки крайне любезно предоставлены магазином OnTopUCShop. Там всегда самые выгодные цены, отличные предложения и много способов оплаты. Все удобно, быстро, надежно, безопасно. Поэтому также переходите на магазин OnTop. Это можно сделать по ссылочке в описании или QR-коду, который сейчас на экране. И тоже подписываемся, потому что если на OnTop не подписан, по бесплатной UC не получишь. Никак. Здесь, к сожалению, скипнул очко 21-ое. Сразу же 22-ой фраг был. Я как бы следил за этим делом. Пока что, если честно, эта катка не выглядит на 50 матчей. То есть, 20 убийств. Ну, 22. На ТОП-38 как-то... Может быть, это будет вторая. Может быть, он как раз нам показал, знаете, такую затравочку. То есть, это пока еще не сказочка. Это пока только смазочка. Не знаю, поглядим. Хотя, может, здесь сейчас люди начнут умирать крайне медленно. Это нам скажет о более высоком и более хорошем ранге. Ну, если я не ошибаюсь и правильно помню, Троц, в принципе, по-моему, играет как раз на ранге, там, в Ишаса, Асмастера, Асдоминатор, вот это все. Поэтому не удивлюсь, если действительно будут люди крайне медленно умирать и крайне неторопливо. Здесь это, похоже, какой-то чувак, который его узнал и решил немножечко под... Ну, даже не тимиться, а как... Просто подотдаться. Все, 25 есть. Хорошая голова. Нашел, кстати, авик вместо АМРа. Это приятно. Этот парень неуязвимый. Можно не стрелять. А что? Не понял. Это как? Подожди. В луче же не... Он не нажал кнопку луча. Ой-ой, это сколько? Раз, два, три, четыре, пять. Пять челов резко залетает. Ух ты, еще приезжают. Вы что, ребята? Это что за... Это что за аншлаг здесь? У вас тут что, какой-то общий сбор? Вы, как мега рейнджеры, собрались, типа, в одного какого-то супер рейнджера и пытаетесь переиграть Тродза? Типа, чур, я красный. Знаете, вот это... Кто первый забил, какой он рейнджер, тот как бы и красавчик. Никто никогда не хотел быть голубым рейнджером или розовым. Вот это вот чисто. Выбирали во дворе попущенца, и он таким был. Нормально. Если Жиза, ставь лайк. И напиши, каким ты, каким ты рейнджером был. Сейчас все будут писать. Я был красным, я был... Да, конечно, я был красным. И это супер очко! Хорошо! Уже соседи опять начинают стучать по батарее. Да угомонистые я, короче, сколько сейчас? Всего-то три часа ночи, что бы не поорать. Ну ладно, я шучу, не три часа ночи. Сейчас день. Так, что там натыкивают пацаны с моста. Ага. А не хочешь переключить прицел на П-90-ш? Не? Ладно, и так нормально, и так сойдет. Главное что? Главное, чувак мертвый. А каким это образом было достигнуто, это уже маловажно. Это уже так, схоластика. Хорошая башка. Дай кусочек пирожка. Не дал, походу. И здесь второй выглядывает. Че, выглянул нормально? Это знаешь, тот самый случай, когда у тебя дружбан с фенгалом приходит. И ты такой, так это кто сделал там? О, да, вот эти вот пацаны с района. И ты такой, у, сука, ну сейчас пойдем разберемся. Ты сиди здесь, братишка. Сейчас я, короче, вот это, выйду. Мы с ними пообщаемся. Через 15 минут приходит тоже с фенгалом. Все, говорит, я разобрался, говорит. Нормально. По-честному. Фенгалы они раздают. Вот здесь тоже чувак такой. Ты че моего друга убил? Меня тоже. Пожалуйста. Тридцать шесть. Топ-15. Подожди, это ровно 50. Да, это прям, это прям тютелька в тютельку. Писечка в писечку. Серьезно? Слушай, братуха, ну как-то это даже... Я не знаю, ты реально что ли убьешь 14 из 14? А тебе не кажется, что это, ну, немножечко... Вау. Немножко жестко. Не, ну нормально. Если так с гранатой выходить на чувака, то, может быть, и не убьет. То, может, подожди. Рано делать какие-то выводы. Так, пошла вот такая разогревочная. Смотри, идеальная граната. Оооо, похороны. 38 есть. Все, это здание было зачищено. Это был специальный психологический ход То есть трос вот так с гранатой вышел, показал Говорит, смотри, видишь вот это? В жопе у тебя окажется Чувак испугался и ушел Ну и так хотя бы просто взорвал Э, в смысле, это что такое? Уже три раза он ему в голову стреляет И только с третьего зарегало Там чувак даже не двигался Ему как бы вообще норм Он думает, а понятно Тут какой-то Виталия Абрыгайло, не попадающий совершенно О, опять баганный портал Нормально, хоть со второго раза На водонапорке чекает, но вроде как нет никого Ага, вон он, он в окошке видел? В окошке Усюка! Там человек и кошка плачут у окошка Но нет, он не нашел Ладно Зато вот этого мохнатого Подстриг Сюда вот сейчас такой будет супер-рикошет, смотри Двойной зюпел называется Нет, нет Что ты все время на эту водонапорку смотришь, братан? Слушай, если там будет чувак То я его обвиню в каком-то Предсказании на Страдамусе Он прям все время туда чекает Тут какой-то вообще Пьяница чисто убегает Братан, походу ты уже не убежишь На, поданцуй Глянь, он все время туда смотрит Что там такое интересное? Враги-то в других местах Вот они А реально, что он туда поворачивается? Что там такое, бро? Кто там засел, что он не дает тебе настолько покоя? Я пока не до конца понимаю Но, наверное Наверное, это что-то дозначит И это супер-бега-гипер-очко! Хорошо Двадцать первое как бы скипнули Но зато хоть Остальные все на месте Все есть Так, и снова ровно девять Не, на водонапорке никого и не было Я не знаю Может быть у Троза какие-то свои Свои Терки с водонапорной башней Может он Веном Знаете, помните Есть Вот мне интересно Не, ну один точно есть Давайте так Есть хотя бы 50 человек Кто поймет о том, что я говорю Вот отпишитесь в комментариях Короче В мультике Человека-паука Венома он победил С помощью водонапорной башни По-моему же да Или не Венома Или Песочного человека А, все Похерил я Да не, по-моему Венома Вот, вот как раз кто шарит И скажете, кого он победил Именно в мультике Именно в том старом Девяносто четвертого года Который вот этот вот Там еще Веном был Черная смерть Это вообще кайф Черная смерть звучит В тысячу раз круче, чем Веном И фига там пацаны На вейпеле Так, сюда Есть Второй Ой-ой-ой Как же они посыпались Ребята У вас тут как вообще дела Ваш сквад По-моему Чисто жопный отряд Что-то даже никто не выстрелил Сейчас еще вот вас в дымы Немножечко так Простелят О, классный портал Вот это конечно Такой бред Вот прикинь у тебя там есть Какие-нибудь Тактические задумки Да Какие-нибудь идеи Мысли, приколы Ты собираешься там Что-то сделать Какой-то крутой мув Типа Поставить портал Выйти Пострелять Зайти обратно И типа ты красавчик И в итоге Второй портал Просто не работает Почему? А пошел нахер Вот почему Ну бред же реально Как это разработчики допускают Так, нормально Хавает чебурек Давай Ха-ха-ха Блин А, WM Да, или мне А, не, не С по 90 Показалось Показалось Они похожи по скинам Так, ну и все Последнего Последнего 50 Давай здесь Чисто на портале Хорошо Что, ранг покажет? Давай пока Не будем мотать Еще вторая катка будет И никуда не уходи Подожди Ты еще Ты еще не доел У тебя вон Пол тарелки макаронов Братуха Еще вот печенюшка Там чаечек не допит Ты постой Постой Куда ты? Не торопимся Никуда Ага Ну что ты там Слышишь? Ну потанцевали Это конечно хорошо Там льва погладил Гуся подушил Это все нормально Все Асмастер Как я и говорил Да Ну вообще Полтинник на асмастере В соло Это просто Это разрыв жопы Так Ну зато Ну зато Ну зато Вы теперь тоже Знаете Если внимательно Смотрели Все Погнали Заряжаемся В пушку Идем Точить игрушку Но пока Что-то Не выходит Что-то топает Лево Право Никого нет Ой-ой-ой-ой-ой Вот это замес Братанчик с пулемета Чисто показал Что он тут Как бы Не насрано Что он тут Серьезный человек И что с ним Нужно считаться По факту Слышишь Ахилок то нет Даже чебурек Никто не дал О-о-о Аптека лежит Хорошо Нормально Можно покушать Там что-то Пока какие-то Разминочные Движения Идут Ну вроде Не Вроде Подулучшилась Ситуация Ой Нижний бросок Профессиональные Методы Выбивания Игроков Неожиданности Нижний бросок Он очень часто Работает Прям Вот так вот Unexpected Да можно так сказать Короче Чуваки просто Не понимают Как эта граната Летит не по той Траектории По которой Они привыкли Вот это Читерная позиция Ее так редко Занимают Нифига себе Ты что тут делаешь Ты же Засел И второй Друг тоже Сюда Блин Ну пацаны Там мощные Пацаны Прям стреляют Тродство Как бы Помощнее Но оно И неудивительно Он играет Там наверное Вообще Миллион часов В день То есть Просто сидит Вообще Не вылазит С этого PUBG мобайла Так На купол Кстати Я вот что-то Только сейчас Подумал А что это Здесь купола Не золотые Мне кажется Надо петицию Написать В PUBG мобайл Потому что Ну очевидно Золотые купола Обязаны здесь быть Иначе Никак Так Опа Есть И второй Сюда Глянь Как он их Находит Конечно Вот этих Угловых А вот этого Не нашел Ой-ой-ой-ой-ой Вот это У них был План Капкан Слышишь Называется Я предам друга Но зато Убьют Родза Слушай Ну сработало Сработало Да Кресиная Тактика Да Такая Знаешь Грязная А как Еще А как Значит Драться Честно Нет резона Типа Если Если в честном Бою Ты проиграешь Значит Приходится Вот так Делать А что А все А зато Троц Мертв А тот Чувак Жив И он Сейчас По 90 Сел Утонет И вообще Будет Радостный Там Потом Дружба Нам Покажет Вот этот Кусочек Да Как бы Второй раз Наверное Такое Уже Не Произойдет Но И Одного Раза Достаточно Это Уже Как бы Более Чем Генерал Там Какой То Вообще Генерал На Английском Если Я Правильно Помню Это Общий То Чувак Просто Взял Назвал Себя Общий Да Я Надеюсь Ты Хотя Не Девочка То Если Девочка Общая Там Вообще Вопросиков Не Наберешься Сюда Пацаны Нормально Решили Просто Побегать По Общагам Это Вот Они Видать Перебежали С мужской В женскую А трос Такой Как Кондуктор Ляд Опять Угловой Слышишь Это Че Такое Че За Матч Угловых Рептилоидов Просто Сидящих И Ждущих Пока Их Друга Убьют И Вообще Даже Не Издавая Ни Одного Звука Никаких Тебе Разменов А Какие-то Неожиданные И даже Странные Действия Могут Сработать Против Игрока Который Превосходит Тебя По Скилу Это Кстати Очко Не Показал Не Показал Вообще Это Неправильно Прятать Очко Братан Не Стоит Очко Главное Не Прошляпить А Вот Прятать Вообще Че Это Такое Кого Стесняться Слева Еще Парня Че Там Братан Как Оно Набираешь Давай Ну Он Сгорел А Как Ты Это Делаешь А Не Нормально Я Уже Хотел Спросить Он Типа Огне Упорный Или Куда То То Есть Просто Чувак Стоял В огне Жил И Ему Как Бо Вообще Нормалек Хорошо Пурезия Интересно На каком это Языке И Что Это Означает Вот Есть Некоторые Слова Они Означают Вот Ровно То Как И Звучат Вот Например Мякиш Вот Сразу Понятно Что Это Такое Мякиш Вот Пурезуя Мне кажется Тоже Что Такое Что Это Связанное С мучей Испусканием Так Пацаны Пока Не Поддаются Наконец Таки Первый Ну Он Не Скват Наверное Короче Первый Небольшой Отрядик Противников Который Додумался Сидеть В доме И Не Выбегать Но Додумались Они До Этого Явно Недолго Вот Чуваки Ну У вас 10 секунд Все Было Хорошо Вот Ну Вот Ровно 10 Секунд Вы Были Как Бы У Руля Нах 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 Вы 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 Из Этого Дома Вот Куда Ты Ужастики Не Смотришь Или Что Вот Обращаюсь Конкретно К каждому Из Этих Четырех Пацанов Вот Фильмах Так Всегда Какой То Там Бабайка Снаружи Ходит Некий Троц Убивает Все И Сука Вот Сиди Дома Забаррикадируй Все Двери Вообще Он Не Войдет Нет Они Выбегают И В итоге Что И В итоге Все Как Бы Призрак Всех Съел Общего Убил Все Генерал Давай В общем Стал Полностью Двоих Есть Походу Сейчас Супер Очко Будет Вот Над Этим Третьим Да Нет Подожди Четвертый Не надо Не убивай Усюка 32 Что-то Слушай Одни Четверки Какие-то Пацаны Прям Живучие Прям Целым Сквадом Выбегают Вообще Вот Мне кажется В PUBG Mobile Нет Ничего Более Обидного Чем Целым Сквадом Умереть От одного Игрока Вот Это Прям Ну Это Прям Реально Мне кажется Такая Дезмораль То есть Типа Вас Четверо Вы прям Такие Мега Крутые Пацаны Вы прям Выбегаете Залетаете И один Чувак Просто Берет И обоссылает Всех Еще Еще Особенно Если Как Тебе Предыдущие Ему Не Нанести Ни Одной Плюшки Урона Это Вообще Я думаю Там Прям Депрессуха Нереальная Ну Че Атака Общаги По Учебнику Сработало Отлично Просто Минус Два Бесконтактным Боем Чхарек Гордится Или Как Вот Он А вот Это Что За Граната А Ты Видел Там Игрока Я Просто Я На Баннер Смотрел Вот Этот Брим Биг Я Когда Вижу Биг Сразу Интересно Что Это Не Стреляй По Ковру Он Тебе Помогает Вообще Слушай Вот Этот Чувак Я Не Понял Как Трос Его Законтролил Ой 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 Че За Фазум Залетел 36 Еще Сколько Плюс 7 43 Может быть Мы Знаем Сколько Будет Он Нам Уже Любезно Сказал Ага Вот Теперь Поровно Так Братишка Сразу Понял Что Что Тут Попахивает Говной Так Ты Братан Руки От Лица Убери И Все Нормально И Не Будет Пахнуть Так Во Тубзики Вот Этого Видно Было Да Да Хорош По Ковру Стрелять Ну Все Огонек Сюда Все Братан Наберешь А Блин Тут Трот Забы Самому Еще Зайти В этот Тубзил Подожди Чувак Не Горит Так Но Этот Хотя Б Этот Знает Фишку С углом Этот Умный Попался Так Умный Как бы Не Равно Скилловый Да Да Все Ну Хотя Бы Фури Феликс Прикольный Ник 39 Я так понимаю Да Будешь Феликс И Сейчас Савика Вот Этого Блин Ковер Бы Забрать Ща Его Тоже Настреляют И Как Потом Ехать Отсюда Это Не Феликс Это Еще Кто То Феликс Еще Ползает Где То Тут Рядом Вот Это Он Все Са Ракет Есть Один В Два Остается И Вот Это Вот Походу Предпоследний За Деревом Уезжаем В круг Если Что Можно Его Потом Не Пустить Но Самому В круге Надо Находиться Сейчас Даже В пузо Авикс Работает Он По-любому Коцанный То есть Здесь Не важно Не нужна Голова Нужно Просто Попадание Троц Готовится Троц Держит Поверяет Сам Тоже Не останавливается Потому Что Еще Может Быть Один Игрок Он на них Может Посмотреть Забайтиться И Спокойно Убить Вот Оно Это Супер Вега Гипер Очко Двойное Завидос Прикинь Я не помню Было ли Вообще Когда Такое Небудь Неплохо Да Я слова Комбинирую В предложение Прям Как Магистр Йода Так Вот Он Последний А что Ты это Все время Здесь Как-то Сидел Двигался И О Подожди Это что А Так Сюда Раз WM Опять Опять WM Концовка Слушай Что он Исполняет Вообще Хорошо Аааа 42 То нет Обманул Получается Ну Надеюсь Друзья Вам понравилось Это видео 2000 лайков Под ним И еще Видос Про Тродзу Сразу же Следующий Всем Спасибо За просмотр Удачи Вам И Не забудьте Про Ирокез Гладиатор Геймс Супер Крутой Турнир Все в Телеграме Ну И на Кик Приходите У нас там Стримы Они Крутые Стримы 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 Стримы